тема у нас такая немножко нетривиальная можно сказать когда я говорил нашим специалистам менеджерам что вот есть у меня такая тема вебинара насчет творческого ступора как его преодолеть многие не так недоверчиво спрашиваю а что это вообще проблема такая это люди не творческие этого не понимает а люди творческие то очень хорошо понимает и такая действительно проблема существует и связана с тем что когда тебе нужно что-то сделать тут она как раз и не получается вот причем мы говорим именно о творческой работе когда вроде бы нужно мобилизоваться креативно в голове должны бурлить идеи они не бурлят когда рука должна проситься к перу она вообще совершенно никуда не просит все что угодно только не это в общем много-много такого рода проблем и я думаю не ошибусь если скажу что все кто на этот вебинар пришел они в общем понимают о чем идет речь и что такая проблема в общем а действительно существует и так значит как водится традиционно вот она наше название так вот называется наша тема меня зовут действительно дмитрий красновский он действительно наш вебинар и семинар бесплатный да он какой-то это рекламный но я все-таки думаю что помимо рекламы само собой такой очевидной задачи я смогу рассказать что-нибудь еще и полезны и так значит ну здесь вот пару слов обо мне я действительно здесь специалисты даю разный курс связаны с творческими направлениями там и скетчинг и рисунок и живописи видео и дизайн и прочие разные вещи и фотошоп и иллюстраторы и программы по верстке и собственно вот как мне кажется именно то что я вот все эти направления веду и занимаюсь ими они дают мне некоторое ну не то чтобы право но вообще в случае некоторую возможность рассуждать вот об этих вот творческих муках которые собственно лично у меня случались ровно во всех этих направлениях и когда кино делаешь и когда рисуешь и дизайн делаешь все равно в общем муки существуют так вот собственно давайте теперь говорить о непосредственно о нашей теме чтобы понять как справиться с этими ступорами как справиться с этими затыками мы сначала давайте с вами определим что это такое вообще собственно творчество да вот с точки зрения науки с точки зрения понимания тех узких мест которые в этот в этом процессе происходит если свериться со всеми психологическими справочниками словарями и прочими вещами то мы с вами должны констатировать вот какое обстоятельство что творчество вообще творческий процесс заметьте я говорю независимо о творчестве независимо от того какого но характера тоже в принципе и на токарном станке тоже можно работать творчески естественно да и понятные музыканты и поэты и дизайнер художники все люди творческие да и поэтому вот я стараюсь все время говорить именно таком самом универсальном смысле чтобы никому не было обидно и чтобы все понимали что действительно касается всех вот этих направлений и так творчество это действительно психический процесс с точки зрения современных представлений психологии которые включают себя четыре фазы первая фаза подготовительные то есть имеется ввиду что для того чтобы заняться творчеством нам нужно определенным образом создать собраться и сосредоточить некоторые усилия то есть нам нужно перейти от скажем так рутинной работы до к творческой ну как обычно творцы это делают они закрывают дверь они выключают телефон да они ну то есть совершает какие-то действия которые предшествуют этому творческому процессу но понятно что в реальной производственной практике когда сидишь например на работе и ты работаешь качестве дизайнера там нет возможности закрыть и выключить телефон но тем не менее я уверен все мы с вами понимаем что творчество оно невозможно в тот момент когда ты стоишь я не знаю там очереди в собес и при этом значит тебе звонят там по разным вопросам там нет продажи квартиры да тут еще деньги украли и вот в этот момент заняться творчеством ну никак невозможно правда то есть нужны некоторые условия нужна некоторая подготовка и этот процесс хочу заметить вот первая стадия она совершенно сознательно то есть мы давайте на это обратим внимание то есть есть некая сначала сознательная фаза этого творческого процесса да вот подготовительная которое мы осуществляем совершенно отчетливо отдавая себе да вот то есть понимая что мы делаем как мы сделаем мы разузнаем те обстоятельства в которых мы должны работать да мы выясняем что от нас требуется в конце концов мы заключаем договор да мы составляем смету ну то есть вот это все подготовительная часть творческого процесса и потом начинается такая вещь собственно который в которой и большинство проблемы случается это есть такая психологи уделяют эту стадию которая называется созревание прекрасная стадия которая позволяет отмазаться практически от любых других дел и говорите ну не видишь я думаю вот этот творческий момент который идет довольно медленно и вот здесь мы должны с вами констатировать что процесс созревания творческого решения он неизбежен поэтому когда от нас просят выдать творческое решение прям тут же не исходя с места это может осуществиться только за счет опыта вот здесь мы я про это чуть позже буду говорить да но опыт на самом деле заменяет во многом вот эти вот процессы созревания потому что ну потому что у вас уже есть на работу на то чтобы успели поговорить на наработанные накатанные пути по которой мы с вами можем двигаться и это как бы подменяет этот творческий процесс на самом деле вот если говорить совсем честно я думаю что те кто занимается творчеством они со мной согласятся что всегда существует такое искушение я честно сказать иногда этим пользуюсь благодаря тому что есть там большой опыт уже наработки какие-то иногда когда просят что-нибудь творческое делаешь что-нибудь такое ну какой-то такой фокус так руками так вжих да и в общем ты это знаешь же там 20 лет этот фокус а люди смотрят ух ты ничего себе это вот прямо вот сейчас и говоришь ну да так чисто ну нет проблем да и вот это действительно выручает то есть давайте говорить так что вот этот вот творческий ступор да его просто не хочется попадать поэтому его вот как бы таким образом мы в общем имитирую вот эту творческую активность если же говорить о настоящем творческом процессе то с точки зрения психологии вот эта стадия воззревания она совершенно неизбежно она необходима это мы с вами должны все как творческие люди абсолютно понимать это бессознательная работа да она даже не подсознательная она бессознательная в том смысле что мы не можем никуда контролировать не осознать это то что когда вдруг с утра просыпаешься у тебя хорошее настроение где думаешь черт но чем же я три дня думал вот жанда почему да это вот этот процесс созревания которое действительно происходит помимо нашей воли я не могу не заметить еще одно очень важно интересное обстоятельство которое меня в свое время поразило и которая как я потом выяснил то у специалистов она так сказать реально существующие она заключена в том что процесс созревания нужен практически для любого действия даже совершенно не творческого да если кто-то учился ездить на машине или играть на пианино или обладевать любым другим наукам то может быть вы обращали внимание что происходит такой удивительный совершенно процесс если неделю сначала посидеть там потренироваться да поиграть а потом три дня этим не заниматься то ты подходишь и вдруг начинаешь играть вот как будто ну как будто ты умеешь то есть вот этот процесс он где-то в подсознании сам по себе происходит у меня такое же происходило из моих вот последних ощущений у меня такое же было с плаванием я сам недавно походил бассейн учился плавать учился учился много много уроков отходил а потом некоторое время не ходил ну думал на ли час опять все забуду опять с нуля вы знаете был потрясен когда пришел в бассейн и папу и иду как будто я это умел всегда и потому что есть вот этот механизм наш до бессознательный который позволяет нам усваивать те навыки которые мы приобретаем сознательным путем то есть вот эта стадия фаза внутреннего созревания где мой пафос к чему собственно вот это вот все потому что это стадия созревания она необходима на естественно правильно поэтому ругать себя и говорить ну что же ты обычно люди так себя говорят сюжетом да надо было а я нет да это нормально это по-другому не может быть наш мозг так устроен наша психика так устроена и еще раз если мы видим что и обычно ведь как говоришь а вот он как он может да то смотри вот за секунду он просто более опытный человек или у него эти процессы просто происходит так что вам кажется что он это все выдал а он точно так же жульничает как мы могли бы просто на мы не знаем его приемов нам кажется он что-то невероятное креативное создал а он сам про себя думает ну вот опять всех обдурил воспользовался старой заготовка там 15-летней давности и все то есть это совершенно железно тут нет никаких сомнений третья стадия называется вдохновение собственно этот романтическое такое лирическое слово вдохновение абсолютно научный термин который показывает тот период когда созревание произошло и вот нас охватывает вот этого жгучая такое волнение когда действительно уже начинает перо проситься бумаги и когда-то сидишь и у тебя там пять вариантов ты не можешь дам отойти чайку попить на 6 апрета привод и ты набросал еще 20 этих вариантов и главный боишься она прекратится поэтому все так быстро быстро делаешь причем там делаешь и какие-то начальные варианты я помню там сидишь в корне какой-нибудь логотип делаешь и настолько прет что ты вот этот узнать берешь первый вот вариант его начинаешь думаешь так сейчас немножко подправлю нет еще вот здесь еще и сейчас еще второй третий пятый и потом ты вдруг похватываешь тебя первый вариант его уничтожил убил его как бы нету вот этого не боишься то что у тебя уже 25 их на листе из тебя их все и вот фонтанирует и фонтанирует и с точки зрения психологии это такой переход на очень тонкий момент вдохновение которое называется он переходный от бессознательного вот этого к то есть к осознанию до к того что у нас результате получается и наконец есть четвертая станет четвертый этап в любой творческой работе это когда мы эту нашу идею да вот это вот наши полученные какой-то этот импульс получены мы его оформляем тоже понятная работа сделали потом сидим поля блиды там да всякие цветоделения да и теперь надо оформить а теперь надо еще сопроводительную записочку написать или надо красиво это все подать распечатать чтобы они тоже восхитились как это все круто и классно получилось вот вот такая вот собственно получается у нас такие этапы да но если мы не забудем до том о чем мы говорим что мы говорим с вами именно стопорах до тех которые возникают в процессе творческой работы мы с вами должны признать что на разных этапах этой творческой работы они проявляют совершенно по-разному потому что на каком-то этапе собственно любом из этих четырех этапов до может случиться вот эта вот остановка может случиться вот это вот ну за тык да когда не знаешь что делать дальше но причины на каждом этапе разные вот я поэтому хотел бы чуть подробнее рассказать про каждый этих этапов да чтобы мы с вами рассмотрели их и поняли чем они характеризуются и какого рода вот эти вот стопор да какого рода вот эти остановки в этом процессе они бывают значит итак вот это вот сознательная работа связанные с подготовкой с подготовительным этапом значит для этой работы есть свой определенный набор характеристик которым относится следующее во первых это владение объективным так называемым инструментарием что значит владение объективным инструментарием согласитесь что в любой нашей творческой работе если только это даже я думаю и горловое пение какое-нибудь когда стоишь просто на площади орешь во все горло для каждой работы нужен свой инструментарий нужны компьютеры нужны программы нужны не знаю там молоток нужен гончарный круг нужны гусли на которых мы будем играть то есть то что работает на нас поэтому довольно часто и вот здесь вот уже начинается такая стадия который на которой мы сейчас слушая так сказать меня слушаете все истории уже можно начинать задавать все вопросы да все ли так сказать у нас благополучно вот на той или иной стадии так вот часто когда мы с вами говорим что да ну что-то не получается что-то не идет не ладится на самом деле мы от себя скрываем правду что мы просто не владеем инструментарием да мы не умеем работать программе например дают например вот я да дай мне там работу какую-нибудь сам работ на токарном станке мне как льву по гороскопу трудно признать что я не умею работать на станке и сказать что это чуваки я ребят я вообще лошара полная в этом ничего не понимаю поэтому буду говорить ну мне сейчас не готово мне другие творческие планы да я вот никогда я потом соберусь обязательно конечно но чуть попозже да это связано просто с тем что мы не хотим признать очевидный факт да что мы просто не владеем инструментарием если с вами случается такого рода затыки это вот собственно верный сигнал того что надо просто внимательно подумать признать себе да вот в этих в этой проблеме и дальше собственно у нас есть два пути решения либо мы решаем что мы избавимся от этой неприятной проблемы да то есть мы собственно научимся владеть инструментарием ну и хотя бы сделаем какие-то попытки либо просто должны признать что эта задача не про нас не к нам не относится мы не можем ее решать да если если скажу честно что есть длана и так много чего умею но обойдусь я без токарного станка сразу пойдет эта проблема да потому что я пойму что все хорошо или я должен пойти учиться да ведь одна из самых больших проблем и это уже даже знаете таком человеческом смысле я думаю тоже со мной все согласятся одна из самых больших проблем нашей жизни вообще принятие решения да потому что со мной стороны хочется и колется да и вроде бы надо сделать а думаешь а вдруг не это а сделаешь а черт а уж к чему это приведет этот колебание это это не только там какие-то не за там весы по гороскопу это всем людям свойственно при принимать решение тяжело и в этом смысле да вот такого рода решение необходим либо туда либо оттуда либо играем либо не играем да либо мы входим либо мы не входим поэтому вот это вот идея владения объективным инструментарием до проблема она собственно очень характерна именно для вот этой подготовительной стадии 2 очень близко к ней проблемы но которые мы тоже с вами должны понимать и которые тоже очень часто оказывается такой найти идеи связанной с таким самообманом это понимание профессиональной проблематики очень характерная идея знаете бывают люди которые я думаю тоже все с этим сталкивались и нет не открывая ни для кого ничего нового люди которые приходят к нам не за советом и за помощью а за поддержкой их идеи у каждого я думаю был был такой друг до который там звонит и говорит не ну ты представляешь я там сделал там то-то да они там свиньи неблагодарность значит не оценили мою работу да а мы сами про себя думаем ну вообще-то чувак ты горячишься конечно в общем я их понимаю потому что но сделан-то был фигово так положа руку на сердце понятно да о чем идет речь то есть в этом смысле люди склонны тоже в себя обманывать не то чтобы все это чтобы всегда но мы как если мы хотим вообще избавиться от проблемы подобного рода мы должны просто честно отдать отчет владеем ли мы вот этими профессиональные то есть понимаем эту профессиональную проблематику так как нужно не кажется ли нам да то есть не мерещится ли нам что мы в этом ориентируемся да и поэтому когда люди говорят что там я там 20 лет там в этой специальности это совершенно ничего не значит он может быть 20 лет но он черта в это может не понимать да человек может сейчас обманывать всю свою жизнь и вот если мы не хотим до оказаться вот в этом ступоре когда мы до бьемся как рыба об лед обычно ведь что делают люди у которых вот это вот собственно отсутствует понимание этой профессиональной проблематики они говорят мне ну ты понимаешь я все вот я где вот видит бог я все что угодно делаю да но мне почему-то эту работу не дают я там пытаюсь устроиться на работу берут конкурентов а меня не не берут при том что я 20 лет значит в этой области да это 20 лет ничего не значит надо просто провести ревизию своих данных да нужно провести ревизию своих представлений о том владеете ли вы этим инструментарием просто поинтересуйтесь что там на выставках происходит у меня есть одна знакомая такая хорошая близкая которая к сожалению ну она живет там с мамой с папой они ее как-то поддерживают да и они не дают ей возможность вот увидеть мир в реальном свете она ходит грустит говорит ну что ж такое то вот вроде я хороший специалист а мне на работу не берут и никто и не говорит что она плохой специалист потому что она ее мама говорит да ты у меня доченька такая золотая умница да папа гайда лан я за тебя там все что хочешь сделала и она поэтому не понимает что она просто там родительские родители дочка да но про специалист они какой она не понимает вот надобности да вот профессиональных мы с вами должны это тоже понимать в каждой профессии есть свои стандартные критерии мы должны их осознавать третья проблема это собственно понимание конкретной задачи это тоже вещь сплошь да рядом до разночтение человек хотел от вас одно а вы имели ввиду совершенно другое да он решил что ему нужно то вы ему что-то предложили до оказалось что это не то совершенно что он хотел надо убедиться что мы правильно понимаем конкретную совершенно профессиональную задачу потому что если вы сидите разводите руками и говорите ну как же так то я сделал 20 вариантов а он меню да ему не нравится да и вот мы не можем прийти консенсусу ну потому что значит вы может быть неправильно поняли задачу переспросите узнайте уточните сформулируйте да чтобы это было всем понятно знаете я вот в юности я был да собственно я остаюсь наверное мне так надеюсь человеком достаточно мягким и гибким да но в юности мне это очень мешало потому что я но мне кто-то что-то говорил а там давал какую-то задачу а мне казалось очень неловким переспросить тогда простая вещь да мне казалось неудобно что он подумал еще дуран да если я скажу знаете годом к 35 лет прошло и я встал просто спокойно будет игру давай сейчас по сей день так говорю вы знаете я хочу убедиться что мы друг друга правильно понимаем давайте сейчас расскажу своими словами что имеется я рассказываю человек понимает такие простые действия да вот в конкретной прикладной работе они очень здорово выручают от дальнейших вот этих нам опасности когда ты сидишь тупишь и не понимаешь дачу от тебя хотят вообще да это это тоже проблема такая очень важная и здесь работающая следующая еще одна задача то есть такое узкое место которое на этом этапе возникает это открытость открытость для нового то есть все что я сейчас перечислил да эти проблемы которые возникают за чек не готов признать наличие каких-то проблем до наличия каких-то неправильностей допустить что он может быть неправ люди гордые люди да у которых которые страдают из-за самооценки да которые страшно им кажется что все их просто так и норовят обидеть они не готовы к открытию нового они же да вот они проще сказать да ну всех к черту они все дураки противны да а вместо того чтобы сказать ну пойду ка я что-нибудь узнаю поэтому как дополнительный такой очень важный фактор открытость для нового да это очень важный компонент любой сознательной творческой работы да то есть вот на этом этапе самой постановки задачи вот все вот эти вот затыки да мы можем решить вот если будем иметь ввиду эти вещи вот дальше начинается вот это вот неприятная стадия связанная с созреванием тем самым да и с вот этой самой бессознательной работой и здесь мы с вами должны говорить о том что творец должен владеть не объективным инструментарием да то есть программами там оборудованием какими-то вещами а так называемым субъективным инструментарием субъективный инструментарий это то что существует внутри нас это наше представление да это наше понимание того как решается та или иная задача да ну например там вот на курсах по основам дизайна или там по дизайну рекламы но я думаю что сеть понимает только вот такого рода вещи что я рассказываю про то что там логотип эта вещь которая там должна состоять из таких-то смысловых компонентов да он должен ображать то-то и цветовая гамма должна быть тот он должен был он может быть да предполагается в использовании в качестве там знака в качестве там так сказать визитки да там бренда он должен там психологию определенные эмоции выражать и так далее если этого не знать то как ты сделаешь хороший логотип да то есть надо просто знать вот внутри на уровне ощущений не программ а некоторые вы как ну профессиональной теории такой да и это точно также в любой области как можно написать это там спеть хорошую композицию если ты не знаешь что такое там гармония музыкальная даже такой тональности вот здесь то же самое то есть мы должны быть внутри заряжены неким таким потенциальным потенциалом опять же ведь такое бывает с молодыми особенно специалистами да когда которые разводят руками я вот со студентами много общаюсь да и я думаю каждый может вспомнить из своей молодости такую практику да когда тебе дают задачу и ты вроде бы так вот рыпаешься и вроде бы все правильно понял и вроде бы все хорошо объяснили на деньгах сошлись да и ты так стараешься и сидишь и делаешь эти вот логотипа а ему все не нравится не нравится да и ты чувствуешь себя полнейшей тупицей ну если честно каковым собственно и являешься да потому что ты просто не понимаешь чего тебя хотят ты делаешь что на что-то еще пока не не можешь замахнуться до не хватает вот соображалки до какой-то вот этого внутреннего потенциал поэтому владение субъективным инструментом тоже очень важная часть так вот вот это вот владение да с субъективным инструментарем это тоже очень важная составляющая да который избавляет от множества проблем еще одна вещь про которую тоже нельзя не сказать это наличие референсов то о чем мы как раз и говорили смотрите какая замечательная получается штука большинстве случаев от нас с вами не требуется максимального напряжения сил и но в творческие да имеется ввиду мы не то что вы знаете создаем нетленку понятно что однажды мы сделаем работу всей своей жизни до который у нас позавод и вот это вот будет круто и вот здесь мы уже просто все выложим просто все что у нас в душе есть наши творческий потенциал и дальше будем чувствовать что мы сделали дело своей жизни все-таки обычно это все-таки такие но повседневные достаточно вещи и вот здесь очень выручает наличие опыта и референсы референсы это вот те те приемчики как мульки фишки которые мы друг у друга можем перенимать который мы где-то там подсматривать где что-то приходит в голову да поэтому когда от нас не требуется вот этого самого пожертвованного такого творческого труда наш опыт профессиональный к этому очень хорошо приходит то есть вот это очень хорошо подходит поэтому если вы затрудняетесь на этом этапе да вот вы чувствуете что оно как-то не рождается эта идея но воспользуетесь каким-нибудь вашим шаблонным фирменным приемчиком вот я не знаю как вы а у меня есть такие приемчики да ну там десяток другой наберется каких-то фишек да которые я точно знаю что производят неизгладимые впечатления в разных областях и по разным поводам например я точно знаю что когда например это даже немножко не из творческой сферы но и с близкой например когда приходишь там заказывает люди фотосъемку каталожную какую-либо то на них всегда производит очень большое впечатление то что ты приходишь я прихожу там с маленьким чемоданчиком из которого значит за считанные минуты достаю значит там кучу оборудования там зонты и какие-то штуки фона развешивают да там светом еще гашу в комнате специальный свет и знаете вот это таинственная такая комната и в ней так вот под лучами прожекторов прекрасно мерцает их кусок колбасы которые значит они позвали сфотографировать и я это использую совершенно сознательно да потому что я говорю так скромно говорю выделите мне какой-нибудь маленький кусочек места это вы точно так я попробую постараюсь да и и конечно да когда значит они говорят ну как знаете поджимать ключами в подсобке выделяю значит там полтора квадратных метра я быстренько за три минуты все это расставляю включаю свет гашу и так скромно выхожу беру что будем фоткать а не это что у вас все готово когда они заглядывают и видят вот это вот просто ну театр просто такой да вот одного актера где я стою просто такой в зените славы с огромным фотоаппаратом на пузе они понимают что как им повезло просто невероятно но это не то чтобы жуничество но это 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 подачи психологическая подготовка да и и вот это просто к тому что в творческой работе она тоже существует можно делать многие вещи да вот пользуясь вот этим каким-то своим наработками да и это не стыдно это правильно да в конце концов зачем мы нарабатываем опыт для того чтобы им пользоваться почему я собственно сижу здесь и преподаю потому что у меня есть достаточно количество опыта которым я с удовольствием хочу поделиться и в творческом смысле да в творческой работе те же самые законы существуют вот значит третий очень важный компонент давайте это тоже признаем который очень помогает сдвинуть эту бессознательную работу это попросту говоря заинтересованность давайте будем реалистами да заинтересованности нет творческой работы нет ну как я буду мое подсознание как оно будет работать если оно ни к чему не приведет в этом смысле для художника есть очень большая проблема и я думаю встречали это словосочетание за это работать в стол то есть когда ты работаешь не для чего-то когда ты работаешь просто вот в пространстве это тяжело потому что поэтому нужно всегда заинтересованность но если вы чувствуете что у вас нет заинтересованности кто же мешает вам ее создать можно создать какую-то элементарную заинтересованность очень простой вы знаете я вот вам честно опять же по себе ну поясу все мои примеры они как бы с моей собственной практике из моего собственного понимания я могу сказать такую вещь, что я с каждого заработка, с каждого гонорара я себе покупаю какую-нибудь маленькую приятность. Вот я занимаюсь гончарным делом, например. Да, я знаю, что я хочу себе купить белой глины, 10 килограмм, чтобы лепить свои горшки. Да, я себе говорю, знаешь, что, часто мы когда сделаем вот эту вот работку, я себе куплю эти 10 килограмм глины. И я свято это блюду. Ну, потому что есть люди, которым нравится сам процесс, что у них много денег, славы. Меня почему-то это плохо цепляет. Я это все время заметил и очень от этого переживал, потому что думаю, ну как же так, все рвутся, а я что-то не рвусь. Потом я понял, что у меня свои маленькие такие приземленные радости. Глины или там какую-нибудь классную штучку, там, я знаю, машинку радиоуправляемую. Ну, фигню какую-нибудь. Да, но моему подсознанию это нравится. Ну, что же мне ему не сделать приятно? Поэтому надо себя заинтересовывать, если нет этой заинтересованности. Спросите себя просто честно, нравится его, то есть хочется вам это сделать или нет. Если вы не понимаете, зачем бы вам это нужно было сделать, придумайте эту цель, придумайте эту причину, ранее чего вы будете стараться. Вот, это вот что касается, то есть видите, бессознательную эту работу, ее в общем можно сдвинуть даже ее с мертвой точки, если просто знать вот эти вот некоторые особенности нашего устройства. Третья стадия, которая называется вдохновение, переход от бессознательной к сознательной работе, она тоже в общем вполне управляется. Да, значит, как только мы с вами переходим к такой профессиональной уже работе, помните, мы говорили о том, что вдохновение, это когда ты уже садишься и начинаешь плодить вот эти все варианты. Значит, соответственно, здесь нужно тоже владение определенной методикой работы, да, и определенными стандартами этой самой работы. Ну, когда садишься разрабатывать логотип, то ты же должен придумывать по каким-то тоже определенным правилам, все и оформлять, правда, это должно соответствовать какому-то там брендбуку, фирменному стилю, неважно, но ты должен понимать вот эту вот задачу, да, которую ты собираешься решить. Если ты ее не понимаешь, тоже такая типичная история, да, человека просит там что-нибудь нарисовать, он сидит тупит, объясняет себе это как угодно, на самом деле он просто не знает, как это сделать так, чтобы было грамотно. У меня в этом смысле была одна знакомая, ученица, у меня много знакомых, но, в общем, так и действительно получается. Знакомая ученица, которая ко мне обратилась с вопросом, она говорит, Дмитрий Тович говорит, я что-то там уже несколько месяцев сижу и не могу решить одну творческую проблему, у меня есть фотки, а мне их нужно там распечатать и там куда-то поместить какую-то книжку. Вот я сижу, мучаюсь, она у меня не получается. Говорят, а ты как действуешь-то? Она говорит, а я не знаю, а как надо-то? То есть выяснилось, что она просто, она сидит вот на этой стадии и она не может понять, что ей нужно просто это узнать. Я говорю, так слава богу, что ты три месяца-то ждала, спросила у меня сразу. Я говорю, значит, так, ты их должна там из РЖБ привезти в ЦМИК, там 300 дипля, ну да, вот эти вот такие традиционные достаточно вещи. Все сразу заработало, она сразу поняла, что от нее требуется, потому что она просто не понимала, вот да, она боялась туда наступить и не понимала, что уже можно, уже надо это действовать. Это первая, да, вот часть связанная вот с этой работой с вдохновением. Вторая часть, очень такая важная вещь, чисто, что называется, креативные приемы, креативные методики, это крупная натворность. Это такое свойство, да, когда мы с вами действительно умеем комбинировать результаты. Одна из типичных проблем начинающих творцов, это то, что они не могут остановиться. Они вот, они генерируют, они какую-то идею, да, они развиваются вглубь, и они не могут посмотреть в шрифт, да, они не могут задаться вопросом. А что, например, если вот этот синенький там квадратик убрать, попробовать заменить на зелененький, да, а что если вот из прошлого опыта там был хороший, интересный результат, а применить его сюда? А что если здесь шрифт умеет? То есть вот это умение манипулировать, да, это одно из самых главных умений. И хочу обратить ваше внимание, что вот то, что в прямом смысле называется креативным методикам, я думаю, вы слышали такое словосочетание, и про которое я рассказываю там на курсах там по дизайну рекламы, и про, и на курсах по основам дизайна, много я рассказываю, это тоже действительно такая очень важная вещь. Они все работают вот именно на это повышение вот этого умения комбинаторности и креативности, да. Например, здесь такой замечательный метод, называется метод случайных слов. Прекрасная история про то, что вы сидите, и если у вас не получается творческого решения, да, попробуйте взять любое слово, вот первое попавшееся из газеты, да, и связать, попытайтесь связать это слово с решением этой конкретной задачи, да. Ну, например, вам, я не знаю, нужно придумать логотип для компаний, которые торгуются, торгуют огурцами, да, например. Ну, что там, не приходит в голову ничего, кроме зеленого огурца, да, хочется что-нибудь еще поинтереснее. Открываете газету, находите слово, там, я не знаю, какой-нибудь парта, я не знаю, да, пытаетесь придумать, как увязать парту, там, где огурец сидит за партой, например, учится, да, там, мы учим огурцы быть вкусными, например. Видите, сразу же появляются какие-то смешные, да, идеи. Это понятно, что это вот то, что на поверхности сразу возникает. И так далее. Там парта, на которой, за которой сидит школьник, а ему, значит, за то, что он хорошо учится, дают огурец. То есть, видите, сразу единичное. То есть, и так с любым словом. Вот это, в этом смысле, абсолютно такой бесстановочный процесс. Вот эта вот комбинаторность, это очень важное, в общем, такое умение работать, да, с вот этим самым вдохновением. Значит, третье, как я уже упомянул, связанное с этой комбинаторностью, собственно, понятие креативности. То есть, умение генерировать много разного, интересного, необычного. Креативность начинается обязательно с того, что вы должны просто позволить себе создавать вот эти вот творческие решения. Вот на всех курсах, которые я вот веду, да, я все время про это рассказываю, что главный наш барьер на пути креативности – это наше самоограничение, да. И во всех креативных методиках всегда описывается вот эта очень важная деталь, что нужно разделять творческий процесс на стадию генерации, на стадию оценки. То есть, когда вот, когда вы сидите, да, там, так вот скучно глядя в потолок, и у вас ничего не идет, вы думаете, черт, вот сейчас вот сейчас вроде бы была какая-то мысль, но она, наверное, скучновато. Вот только, как только вы сказали себе вот это, но она скучновато, вы уже не правы, понимаете, потому что надо начать. Вот вы нарисуйте сначала, да, потом уже будете оценивать. А потому что вы сейчас нарисуете, вдруг вам придет в голову еще какая-то мысль, и потом еще 20, да. Надо стартовать обязательно, то есть отсекать, то есть запрещать себе рисовать, да, запрещать себе что-то создавать вот на стадии придумывания. Это самая большая ошибка, которая вот я считаю, только может быть, да. Поэтому креативность, еще раз, она основана на том, что мы должны научиться вот эту вот стадию генерации отделять вот стадии оценки. Потом будем критиковать себя сколько угодно, да, но сначала вот дайте себе, вот просто положите перед собой часы, дайте себе там не знаю, 15 минут времени, вот на то, чтобы просто придумывать, генерировать, да, не говорите, ну что же я как пьяный, что же я как дурак. Да не как дурак, не как пьяный, а просто вот позвольте себе это в конце концов, да, без всяких оговорок, условий. И это очень мощный на самом деле инструмент для того, чтобы повысить качество работы, да. Еще одно очень важное обстоятельство здесь, это собственно умение рефлексировать. Рефлексия это умение видеть себя со стороны, и себя со стороны, да, оценивать себя со стороны. И в этом смысле, вот насколько я только что кричал и убеждал, что хорошо заниматься креативностью, вот точно так же нужно уметь рефлексировать, то есть оценивать себя объективно. Это тяжело, да, мы все боимся оценок, мы все боимся за свою самооценку, поэтому вот эти вот рефлексивные какие-то мотивы, да, у нас часто отсутствуют. Найдите способы оценить себя со стороны, найдите систему, например, тестирования, да, поспрашивайте окружающих, там, например, вас интересует вопрос, хорошо ли ваше решение, да. Обычно люди для того, чтобы поддержать себя, они говорят, вот смотри, какое классное решение. Правда? Не надо так спрашивать, да. Попробуйте по-честному сделать, да. Разложите пять листочков, да, скажите, человек выбери там лучше, да, ну, попытайтесь, потом, когда вы это будете делать, вы же потом будете более приземленно смотреть на вещи, будете реально понимать, что в чем вы сильны, в чем вы не сильны, да. У каждого свой путь, у каждого свой подход, у каждого свои, там, оценки и возможности этой оценки, да, поэтому тут нечего совершенно не бояться, не стесняться, не стыдиться. Но помимо этой рефлексивности нужна еще одна очень важная вещь, это устойчивость внимания. Это вот то, над чем нужно над собой бороться, да, и с чем нужно жить, научиться. То есть, это для творческого человека очень тяжело, то есть сидеть и целенаправленно работать надо одной и той же задачей, да. Это необходимо совершенно условие, потому что пока вы не решите задачу, да, вы будете от нее уходить, да, у вас будут поиски каких-то дополнительных средств, отмазок, отговорок. Я сам по себе тоже очень хорошо знаю, все мы это по себе знаем, да, когда тут выяснилось, что как раз хорошо бы чайку попить, а тут масса других важных дел, да, вот попробуйте, опять же, попробуйте две минуты удержать свое внимание. Знаете, есть такая наука называется аутотренинг, да, и там есть упражнение на концентрацию внимания. Очень классная вещь, когда вы просто тренируете свое внимание на то, чтобы удерживать его на определенной какой-то позиции, да, в этом смысле такая легкомысленность, такое бегание внимания, это очень плохо. Это не значит, что мы, взявшись за творческую работу, должны сидеть просто как пришитые, да, это, конечно, другая крайность. Но если мы решили, что мы 10 минут занимаемся творческой работой, значит, мы 10 минут ей занимаемся. Вот о чем идет речь, да, чтобы вы могли управлять этим вниманием. Вы говорите, сейчас я занимаюсь 10 минут, потом я иду пить пиво, вообще гулять и забуду об этой работе до завтра. Сделайте так, но вы эти 10 минут тогда честно занимаетесь этой работой, да, то есть умение управлять своим вниманием, вот это вот очень важная вещь. И, конечно, последний, вот уже упомянутый мной компонент, это, собственно, свобода от оценок, то есть свобода от стереотипов, да, свобода от навязывания каких-то штампов. Это хорошо, так надо, так не надо. И главное умение, это, собственно, пользоваться в полной мере своим вот этим креативным потенциалом. Ну, вот такая вот, собственно, история. И на последнем этапе, да, когда у нас происходит развитие, как я уже сказал, идеи, и окончательно вот это вот оформление, то есть, так сказать, да, работа над макетом, скажем так, над подачей макеты, тоже есть несколько довольно простых шагов, но обычно на этой стадии уже, честно говоря, затыков-то не бывает. То есть, если вы уже что-то придумали, как мне кажется, да, то дальше все уже так понакатанно и весело и хорошо получается. Но свои этапы есть и здесь. Этап, собственно, то есть не этапы, а свои компоненты, да. Во-первых, это профессионализм. Есть такое, знаете, понятие профессионализма, оно абсолютно универсальное. Вот большинство специалистов сходится на том, что профессионал отличается от любителя тем, что он может, собственно, управлять своей деятельностью в отличие от любителя, да. Любитель может, сказать, развести руками, сказать, ну, я не смог, или мне лень, мне неохота. Профессионал в этом смысле, он этим отличается тем, что он готов встраивать свои вот эти внутренние потребности в систему. Вот, вот такая получается история, такой вот в целом набор вот этих представлений, да. Видите, здесь с этим развитием идей все очень просто, тут никаких нету специальных сложностей. Вот, друзья, вот такая, если коротко, такой обзор, да, вот этих вот приемчиков. Если я думаю, что, может быть, кому-то нужны более конкретные рекомендации. Вы знаете, самая главная рекомендация, которая вытекает из всего вот этого, она удивительно проста. Она заключается в том, что нужно действовать, нужно не останавливаться, нужно действовать. Я вот это, я в это верю совершенно свято. То есть, если вы сидите, да, и перед пустым листом, и пытаетесь себя заставить что-то сделать, это абсолютно бесполезно. Заставьте себя, вы скажите, я сейчас вот три минуты возьму, там, не знаю, маркер или карандаш, и три минуты буду просто вести линию, рисовать. Делайте что угодно, да, и там, не знаю, возьмите там бумагу и начинайте складывать из нее самолетик, да. Выяснится, что вы сейчас, именно сейчас вы больше всего на свете мечтаете о том, чтобы поскладывать самолетики. Складывайте их, ради бога, но действуйте. То есть, самое неправильное, это, собственно, впадать, то есть, как это может быть не парадоксально, да, но вот борьба с этим ступором, да, заключается в том, что надо просто действовать, перестать в нем находиться. Помните, есть такая очень смешная, сейчас ходит по интернету видеоролик про психотерапевта, к которому приходит женщина, видели, очень ужасно смешной, приходит женщина, и сидит такой психотерапевт, и она говорит, доктор, вот мне нужно избавиться там от фобий. Он говорит, хорошо, я, значит, за пять долларов вас извлечу. Он говорит, что за пять долларов? Да, он говорит, за пять долларов, но только единственное там условие, что я вам все говорю, вы встаете и уходите. Она говорит, да, хорошо, я согласна. Он говорит, прекратите бояться, говорит он ей. Она говорит, что все, он говорит, да, прекратите бояться. Вот, понимаете, ну, как это действительно не смешно получается, да, вот, чтобы выпустить творческого ступора, просто нужно перестать в нем находиться, да, нужно просто начать что угодно действовать. Вот, собственно, это главный посыл, который я хотел вам, собственно, сообщить.